Среднесуточная заболеваемость ковидом выросла вдвое за две недели с 82 до 173 человек. Все больше людей попадают в госпитали. Сегодня на заседании Оперштаба Вадиму Красносельскому доложили о результатах проверок в коронавирусных госпиталях. Комиссия опросила несколько сотен пациентов. Чаще всего люди жаловались на питание в больнице и отсутствие бутилированной воды. По РКБ жалоб на медперсонал и уровень медобслуживания не поступило. Однако, отмечается нехватка медработников. При этом 15 пациентов из 50 опрошенных пожаловались на низкое качество питания. По Бендерской больнице из 106 опрошенных 21 пациент пожаловался на некачественное питание, несвоевременную подачу еды, подачу ее в холодном виде и отсутствие разнообразия меню. Множество пациентов недовольно отсутствием бутилированной питьевой воды. Проблемы с питанием в Бендерском ковид-госпитале его руководство объяснило нехваткой персонала на пищеблоке. Сейчас там работает всего один повар. Президент рекомендовал госпиталю заключить договор со специализированными организациями, чтобы они готовили и доставляли еду в Бендерский госпиталь, если там своими силами не получается обеспечить пациентов нормальным питанием. Вадим Красносельский также поручил срочно обеспечить госпиталь бутилированной водой, чтобы ее было в достатке для больных и медперсонала. Жалобы пациентов коронавирусных госпиталей на бытовые условия. Лечение теперь будут принимать круглосуточно по горячим линиям Минздрава, МГБ и МВД. Это тоже распоряжение президента. Виталий Николаевич, значит, телефон доверия ставьте колл-центра и дежурной части МВД ПМР. И, естественно, Валерий Дмитриевич тоже свой телефон доверия, круглосуточный, который у вас должен там быть в госбезопасности, тоже его включайте с инструктажем личного состава о том, что они должны принять звонок, записать, так сказать, сообщение, ну и его передать, естественно, Министерство здравоохранения для обработки и проверки его. Вадим Красносельский поручил межведомственным комиссиям продолжить инспектирование госпиталей, а также усилить контроль за состоянием больных коронавирусом, которые лечатся дома. Естественно, обзвон тех больных, кто находится дома, два-три раза в сутки. Ну, минимум два. Минимум два. С целью выяснения состояния больного, ну и принятия решения по его госпитализации, либо оказания иной помощи. Это очень важно. Как показывает практика третьей и четвертой волны, своевременное обращение за медицинской помощью в большей своей степени гарантирует сохранение жизни человека. Сейчас в республике развернуто пять госпиталей. Почти на тысячу койко-мест они загружены на 85%. В Тирасполе на базе госпиталей ветеранов сегодня дополнительно обустроили еще 60 мест для больных коронавирусом.